И всем привет, ребят, с вами Мистер Маник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас игровой видеоролик, посвященный обкатке нового замечательного Лего Ситвинца. Наконец-таки я его вместе с вами получил на одном из стримов, даже мы на нём немножечко покатали. Ну а сегодня мы его зафиксируем в виде этого замечательного видеоролика. Давно у нас не было обкатки Мамонта, и сегодня у нас есть возможность покатать на Мамонта Твинсе Легаси в чемпиончике. И я думаю, что мы на него, конечно же, берём дрон Лоу Кач и отправляемся в один из самых лучших режимов, где можно реализовать Мамонты. Это, конечно же, регби. Посмотрим, что у нас сегодня получится. На Твинс у меня устройство стабилизированная плазма, которая отключает сплэш урон и не наносит дамаг по самому себе. Посмотрим, что из этой замечательной контентовой комби не выйдет. Ну и что касаемо Твинса Легаси, то, как по мне, он выглядит очень и очень достойно. И что с Мамонтом, что с, например, тем же Хантером Викингом, со всеми этими линейками Легаси, Твинс смотрится реально сочно. Надеюсь, что не только сочно, но и жёстко получится сегодня у нас откатать. И надеюсь, что нам с картой тоже повезёт. И получится дать какой-то определённый контентик. Нас запикивает на не самую, наверное, удачную карту в регби. Это карта Чернобыль. Но будем стараться доставлять. Мяч у нас упадёт в 14.00. Поэтому я могу пока что быстренько отправиться на вражеский респаун. И постараться чуть-чуть потерять противника и заформить себе процента овердрайва. Что касаемо Твинса со стабилизированной плазмой. Вчера я на нём катал на стриме. И скажу вам, что дальность у него не такая жёсткая. То есть на Мамонте довольно тяжело его реализовать. Попроще реализовать на каком-нибудь лёгком среднем корпусе. Ну и где у нас мяч падает? Не вижу, где мяч падает. А, мяч падает у нас слева сверху. Ну и если сравнивать этот Твинс с Твинсом на Эмми, то понятное дело, что Твинс на Эмми смотрится куда жёстче. И куда по-нагибаторски его можно реализовать. Но и даже с таким Твинсом будем пробовать сегодня что-то делать. У меня, кстати, ещё выпадал Твинс на поджог. Но Твинс на поджог это прям, ну я не знаю. Мне он максимально не нравится. И я не вижу особо никакого смысла его брать и реализовывать. Поэтому мы играем с Твинсом, который отключает сам урон и сплэш урончик. Ну и что делает этот молодой человек? Алло, алло, боец! Ты куда едешь? Доставка в другом месте, братик! Алло, алло, братанчик! Алло! Просыпаемся, куда мы едем? Ну вот и что они делают? Ну что они делают в матчмейкинге? Ну просто, ну что? Сколько у него ГС? 4 785. Он даже едет без перерыва. Ой, а не доставился! А что делать? А что делать? Он не доставился. Братанчик, давай газуй! Ой, боже, это цирк какой-то. Сейчас нам ещё и доставят из-за вот этого супер-мега-крутого-сильного игрока. Ну слейте его, пожалуйста. Возьмите, слейте его. Но он же не понимает вообще, что происходит в этой игре. Хорошо, супер. Главное, чтобы меня теперь не слили. Так, отправляемся через право. Аптечки у меня уже нету. Расходка фуловая есть. Но здесь меня уже начинают по типу принимать. Ну, шансы на доставочку чисто теоретически... Нет, уже даже нету, я бы сказал. Давайте попробуем сейчас через верх. ХП-шку бы кто-нибудь мне дал бы. И тут сразу бы на прыжочек я бы тушанул бы. Если бы аптека у меня была. Так, сейчас она, кстати, появится. Можно будет и попробовать. Может, что-то у нас и получится. Карта, конечно, для мамонта не самая подходящая. Мне вот, например, какая-нибудь там осадочка больше нравится. Для регби-режима и мамонта. Ну, будем пробовать. Не знаю. Надо просто поймать тайминг, чтобы у нас мяч был снизу. И чтобы мы вместе с вами могли быстренько влететь на противничка. Так, бомбочки залетают у нас на спауне. Надеюсь, мне подава не накинется. Супер. Так, и хоппер летит через какую зону? Через право, да? Хорошо, окей. Сразу мы его принимаем тогда. Аккуратненько принимаем. Забираем мяч. И стараемся через право сразу влететь на вражескую базу. Так, это наша жига. Я уже испугался, что это вражеская жига. Мяч скинулся. О, боже. Ну, что это за приколы? Мяч скинулся. Димасик. Мяч мой улетел. И сейчас еще противник его доставит. Но это будет вообще печаль. Печаль, беда, обида. Если реально так произойдет. Овердрайв вязать не буду. Смысла в этом мало. Доставку так я точно не сделаю. А вот они доставочку из-за этого не сделали. Тоже хорошо. Супер. Если бы доставили, было бы печально. Так, ну что. Димас тушит. Димас тушит. Я, честно говоря, особо не помню. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет. Я особо не помню, кто это. Но если у меня данный молодой человек находится в друзьях. То, значит, должен неплохо наваливать. Наваливать. 9000 ГС у него. Так. Ну, у меня есть аптечка. Попытка номер 2. Нет. Ну, тут опять очень плотно принимают нас противники. И уже 5 минут прошло. У нас, по сути, ничего не наформилось. А еще до сих пор. До сих пор ничего мы с вами здесь не форманули. И что-то как-то реализация нашего замечательного регби-режима на Мамонте Котлетном не является сверх нагибаторской. Ну, ладно. Пробуем сейчас что-то сделать. Димасик тут как тут. Так. Овердрайв вжимаем. И делаем движ париж в лед. В лед, в лед, в лед. Полет, полет Феникса. Давай, 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 давай. Чупачу, чупачу, чупачу. Нет. Васп тяжелый. Офигеть. Офигеть. Тяжелый Васп. Сейчас меня все заруинил. Ептить. Жесть. Просто жесть. Тяжелый Васп. Зарешал такой жесткий эпизод. Я в шоке. И что-то будем делать. Мяч уходит наверх. Моя доставка просто улетела. Это, конечно, габела. Что я могу сказать? Просто габелье. Васпы бомбочки тут свои вжимают. Ну, я что могу делать? Ждать, пока тип у нас приедет вниз. И попробовать его забрать тогда. И еще разочек попробовать доставить. Ну, в лед был хороший, если честно. На толстой торпеде был в лед хороший. Единственное, конечно, что... Васпик там оказался на респе. Такой, не самый приятный. Сейчас у нас овердрайв, я надеюсь, быстро накопится. Но и попытаемся доставочку все-таки сделать. Нам надо открывать счет. Пробуем слить. Халявный фраг. Еще один халявный фраг. Супер. Так, и здесь уже противник. С мячом. Хорошо. Подборчик есть. Подборчик за нами. 80% овердрайва. Это где-то 3 килочка нам надо дать. Меня сзади уже типочек хилит. Бомбочка вылетает. Откатываемся. Подава срабатывает. Ну, и овердрайв есть. Овердрайв есть, вернее, был. Но печально. Печально. Пока что не получается. Тяжело. Очень такая большая карта для мамонта. И довольно непростая. Чтобы здесь доставлять. Плюс еще она двухъярусная. Если противник завозит мяч наверх, то вообще на мамонте очень тяжело что-то сделать. Ну, благо хотя бы мяч у нас пока что по низу где-то здесь катается. И если бы не вот эти вот замечательные тиммейты, которые подбирают у нас мяч, то было бы вообще все великолепно. То с такими тиммейтами, конечно, далеко не уедешь. Один везет мяч к себе на спаун. И с ним начинает стоять. Другой здесь на центре карты начинает стоять. Что за игроки просто? Я в шоке. Я в шоке с этих моментов. Ну, и понятное дело, что у меня просто уже расходка улетает в пустую. И я не могу ничего сделать. Ну, ладно. Сейчас попробуем забрать здесь мяч, когда они вытянут его куда-нибудь в эту зону. И тогда уже попытаться доставить. Повез, конечно, он не по той траектории, по которой я бы хотел бы, чтобы он вез. Так. И сейчас мне еще... А, нет, нормально. Аптечку в тайминг нажал. Но как-то, как-то очень тяжело. Как-то очень тяжело. Прям нереально тяжело. И пока что шансов у нас на доставку, я бы сказал, что нет. Я бы сказал, что шансов просто нет. Сейчас у меня КДДАшки опять будет. Попробуем, конечно, здесь сейчас дарить овердрайв. Нет, ну, наверное, нет смысла давать овердрайв. Без ДА. Без ДА, без ХП, без аптечки давать овердрайв. Это как-то будет глупо. А вот сейчас, если поймать тайминг хороший, там как раз сейчас скопятся все противники, то тогда можно будет влететь неплохо. Сейчас попробуем. Нам главное обязательно выиграть эту каточку. Нам нельзя ее проигрывать. Так, бомбочку уже молодой человек заюзал. У вас пик убежать не убежит. Так, ну и что мы делаем? Юзаем здесь овер. Юзаем овер, пробуем. Пробуем, давайте пробуем. Не знаю, получится, не получится. Ну, даем овер и полетели. Торпедим, 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 торпедим. Влетаем, влетаем. Давай, движ париж. Ох! И опять я не пробился. Ну, блин, ну, эта попытка была тоже неплохая. 6 минут, правда, до конца у нас есть еще? Попробуем сейчас что-то сделать. Влет, конечно, начальный был хороший. Когда я в баспа тяжелого уперся. И там было все, ну, очень близко до доставки. Но чуть-чуть нам, конечно, не подфортило. Чуть-чуть не подфортило. Так, паладинчик с овердрайвом и вас с бомбой. Хорошо, нам надо время выиграть. Было бы. А то могут доставить. Могут доставить. С таким-то спауном. Могут реально доставить. Если я не успею сейчас доехать. Не, ну ладно. Вроде как успеваю. Сейчас у него кулдаун уже должен быть. Да, хорошо. Подборчик за нашим тиммейтом. Только за тиммейтом, который особо этот мяч сейчас вести не будет. А что он делает? Куда он едет? Что за траектории гениальные? Какими траекториями привозы будут контентовые? Главное, конечно, не слить. Я вот очень не люблю в регби в катках, когда очень долго мы не открываем счет. Чаще всего в таких катках потом привозят вам мяч, и вы уже не успеваете просто камбэкнуть катку. У меня уже вот за последнее время на моей памяти было таких 3 или даже может 4 боя, где вот так вот 0-0 был, где было у меня неплохое количество попыток на доставку, и потом просто бах, и все. И все, игра просто заканчивается. Так, мяч повезли наверх. Мяч повезли наверх, и что я буду делать с этим мячом наверху? Мне вообще делать нечего на этом мамонте, если мяч у нас наверху. Давайте ждем пока... Опачки, походу, по низу, да, поехал? Да, едет по низу противник. Так, надо его сливать. Траектория, конечно, очень широкая, и здесь у меня уже кулдаун расходки, поэтому было бы неплохо, если бы мяч сейчас оказался бы где-нибудь справа, сразу на прямой дистанции, и я бы влетал бы в доставочку. Но пока что у нас здесь зона такая, не очень благоприятная для увоза и доставочки. Надо уехать отсюда. Хорошо. Уходим в подсейвик. Так, ну и теперь будем пытаться уже лететь, лететь на гусях. Так, подава... Блин, надо было, короче, сразу аптечку жать, чтобы подава меня не тушанула мою не тру. Так, ну и пробуем, не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, куда я что пробую, боже. Чуть-чуть я зачепился, чуть переборщил я. Переборщил я со своими габаритами. Так, ну а Димасик что-то как-то у нас не тащит, Димасик. Димасик что-то как-то где-то катается. Блин, не помогает мне Димасик. Димасик есть у меня в друзьях, а помогать мне особо не помогает. Что за дела, Димасик? Три минуты сорок секунд до конца. Надо попробовать доставить. Надо попробовать доставить. Так, давай-давай-давай, траекторию, траекторию только. Сейчас, главное, минус не упасть. Хорошо. Навальчик, 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 навальчик. Хорошо, контент. Так, ну и теперь всё. Теперь у меня есть все шансы на доставку. И мне надо их реализовывать. Давайте, давайте, давайте. офигеть за себя просто отвалился как я не знаю что ну просто но вот хоп одна секунда и все у меня нету я просто улетел но это ужас это просто ужас господа это ужас ну ладно ничего страшного ничего страшного у нас еще как минимум одна попытка будет это довольно серьезный противник у нас здесь попался и команда не совсем сильно хотя по грязки но вообще эти по копейке да у нас даже грязки больше чем у противника но видите как они неплохо сопротивляются и никак не дают мне даже шанс даже шанса на доставку в двух моментов которых был момент на доставочку у нас просто развели расстреляли обманули и нагнули поэтому пока что возможности такой суперской нету на доставочку но пробуем пробуем еще одна попытка еще один в летик еще бы какой-нибудь быть и мэйт бы меня подстраховочку оформил и вот сейчас был бы у меня овердрайв но там уже мины даже в подъем пошли ну ладно мамонта овердрайв мины все нивелирует и можно как бы по ним пролететь и они не сильно тебя зацепят главное чтоб час у меня овер был так меч везет по центру хорошо 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 так аптечка у меня осталось хп что фуловая тоже осталось главное теперь просто лететь вперед и стараться доставлять блин противник уже начинает овердрайвы свою знаете даже не успел аптеку сунуть если они сейчас доставят это будет максимально печально это будет как раз таки как раз таки то тема которая говорил благо сейчас у нас вас хорошую бомбу прожил если бы не этот вас помогло бы все максимально печально закончится так викинг викинг очень неграмотный викинг очень неграмотный викинг и очень жесткая бомба под которую я опять попадаю минута 20 последний овердрайв есть на реализацию на попыточку доставочки траектории от викинга бог ты мой куда ты едешь друг ты мой хороший зачем ты так широко то едешь как я теперь с этой зоны с этой зоны теперь доставить то этой зоны теперь то я уже и не доставлю сейчас нам привезут я уже чувствую все габела по ходу слили по ходу слили мы господа или же не слили ладно не слили надо как-то подбирать надо как-то подбирать сливать и все и влетать давайте ребяточки последний момент последний шанс у нас на доставку остался ну по этой траектории точно не вижу смысла ехать будем стараться здесь справа аптечки нет ужас ну и мяч я просто скидываю чтобы он хотя бы куда-то отлетел у нас но не дали даже возможности даже не дали возможности но ребяточки такие катки бывают матчмейкинге что поделать еще один овердрайв от паладина но в него я точно уже в юзаю свой овердрайв влетаю на своей котлете даю контенте курат даю контенте q2 10 секунд у нас остается до конца и это значит что это значит что то что я даже одного меча не смог доставить 600 очков за 32 кило для такой карты но наверное не такой прям печальный результат но если бы я бы здесь бы доставил хотя бы парочку мечей то было бы неплохо а так конечно ну такое себе карта конечно такая попалась одна из не самых приятных дабы делать доставочки но что касаемо комбинации то мамонт но мне всегда нравится еще бы на твинс у меня было бы устройство сами но вообще было бы просто сказочка и на каком-нибудь там сандальчики песочницы на этой комбине можно было бы очень и очень неплохо навалить поэтому как то так друзья твинс легаси крутой реально крутой мне нравится как он выглядит поэтому если вы еще вдруг его не получили ли думаете брать скин или нет если вы гоняетесь за устройство с жигами надо с этого челленджа забирать поэтому я бы вам посоветовал бы этот боевой пропуск конечно же приобрести поддерживать видеоролик лайком подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны нажимайте на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики но и также не забывайте про так создатели контента которая находится в настройках в аккаунте мой личный так это так темп устанавливаете его здесь поддерживаете меня и имеете возможность поучаствовать в розыгрыше на 50 тысяч тонкоинов и на 2 миллиона кристаллов итоги которого будет уже совсем совсем скоро в конце этого замечательного месяца все подробно написано в описании поэтому переходите чекайте и заполняйте форму у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока